Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем свое путешествие по Южной Америке. И сегодня мы с вами познакомимся с основными чертами тектонического строения Южной Америки, с особенностями рельефа, а также установим закономерности размещения полезных ископаемых на материке. Сегодня в путешествии нам понадобится атлас. Вы готовы отправиться в путешествие? Тогда поехали! Рельеф материка отличается большим разнообразием. Как вы уже знаете, на материке расположена как самая обширная равнина на Земле – амазонская низменность, так и самая протяженная горная цепь суши – анды. Наличие этих двух форм рельефа позволяет разделить Южную Америку на две части – горный запад и равнинный восток. Причины деления территории тесно связаны с тектоническим строением Южной Америки. Согласно теории дрейфа континентов, Южная Америка, как и другие материки Южного полушария, в геологическом прошлом входила в состав Гондваны. Большая часть материка расположена в пределах Южноамериканской литосферной плиты. Ребята, с помощью карты определите, с какими мелкими по размеру океаническими плитами контактирует Южноамериканская литосферная плита. Проверяем себя. Ну а сейчас мы отправляемся в путешествие в восточную часть материка. В основании лежит древняя Южноамериканская платформа. Здесь нет действующих вулканов и крайне редких землетрясений. Ребята, вспомните, что такое платформа и каково ее строение. Напоминаю, платформа – крупный, относительно устойчивый участок земной коры, состоящий из кристаллического фундамента и осадочного чехла. В местах выхода кристаллического фундамента на земную поверхность образовались щиты – гвианский и бразильский, которым приурочены денудационная плоскогорья – гвианская и бразильская. Гвианская плоскогорья на карте материка занимает его северную часть. Площадь гвианского плоскогорья – около 2000 км2. Гора Рорайма высотой 2772 метра является вершиной гвианского плоскогорья. На гвианском плоскогорья находится самый высокий водопад на планете – Анхиль. Описание природы в районе гвианского Нагорья вдохновили Артура Конан-Дойла на написание романа «Затерян мир». Бразильская плоскогорья занимает большую часть Востока Южной Америки. Располагается на территории Бразилии, благодаря чему и получила свое название. Площадь бразильского плоскогорья – около 5 миллионов километров квадратных. Высота колеблется от 500 до 2000 метров, а высшая точка – гора Бандера – находится на уровне 2890 метров. В прогибах Южноамериканской платформы образовались аккумулятивные низменности – Амазонская, Лаплатская, Оренокская. Амазонская низменность – самая крупная низменность на Земле. Ее площадь более 5 миллионов километров квадратных. Ее поверхность выровненная, почти горизонтальная. По ней протекает величайшая река планеты – Амазонка. Именно на носами этой реки и сложена поверхность низменности. Большая часть амазонской низменности занята влажными экваториальными лесами. Ну а сейчас мы отправляемся в путешествие на запад материка, где преобладает горный рельеф, сформированный молодым андийским складчатым поясом, который образовался в результате подтекания океанической литосферной плиты Наска под континентальную южноамериканскую плиту. В результате образовались глубоководные желоба чилийский, перуанский и горная система анд. Почему анды во множественном числе? А потому, что анды – это не один, а два параллельных горных хребта. Молодой хребет – западная кордильера, древний – восточная кордильера. Самую широкую часть горной системы образует высокая центрально-андийская Нагорья. Анды в переводе на русский язык означают «медные горы». Высшая точка анд – гора Аконкагуа, что на языке народа Кечуа обозначает «каменный страж». Высота горы – 6960 метров. На протяжении геологического времени горы разрушались, а потом снова активно поднимались в последнюю альпийскую эпоху горообразования. Поэтому анды – возрожденные молодые горы. В горах каждые 10-15 лет происходит землетрясение, сопровождающееся камнепадами, обвалами, снеговыми лавинами. Вдоль разломов образовались многочисленные вулканы, которые являются частью Тихоокеанского огненного кольца. Ребята, обратите внимание, в северной части Ант находится так называемая «дорога вулканов», где сосредоточено более 30 вулканов. Ну, а сейчас, пользуясь картой, определите, какие вулканы отмечены на карте. Проверим себя. Обманщик. Так именуют индейцы самый высокий действующий вулкан Лью-Илья-Ильяко, высотой 6723 метра, расположенный в западной кордильере. Так как местные жители не особо доверяют видимому спокойствию характера вулкана, они его так и прозвали. Крайний юг материка занят молодой Патагонской плитой, на которой находится аккумулятивное плато Патагония. Ну, а сейчас мы подведем итог тектоническому строению и рельефу Южной Америки. Территорию материка можно разделить на горный запад и равнинный восток. На западе находится молодой андийский складчатый пояс, в пределах которого находится Центрально-Андийское Нагорье и большое количество вулканов. В основании восточной части материка находится древняя южноамериканская платформа. В местах выхода кристаллического фундамента на земную поверхность образовались денудационная гвианская и бразильская плоскогорья. К плите приурочены аккумулятивные низменности – амазонская, ренокская, лаплатская. Юг материка занят молодой патагонской плитой, которой приурочено плато Патагония. То, что Южная Америка богата полезными ископаемыми, было известно еще во времена конкистадоров, искавших на этом материке Эльдорадо – мифическую страну золота. Сейчас Южная Америка занимает лидирующие позиции в мире по запасам метных и железных руд – марганцу, золоту, титану, молибдену. Размещение полезных ископаемых тесно связано с особенностями рельефа и тектонического строения материка. Ребята, как вы думаете, какие виды полезных ископаемых можно встретить в горной западной и равнинной восточной частях материка? Так, на западе, в Андах, преобладают руды различных металлов – свинцово-цинковые, серебряные, полиметаллические. Мировое значение имеет месторождение селитры в пустыне Атакама. Почти на тысячи километров протянулся оловянный пояс. Главное богатство гор – медные руды. Ребята, обращаю ваше внимание на тот факт, что в горной части Северной Америки тоже есть месторождение меди. Это позволяет месторождение Южной и Северной Америки объединить так называемый медный пояс. Найдите названное полезное ископаемое на карте. Полезные ископаемые восточной части материка более разнообразны. К счетам древней платформы приурочены месторождения железных руд. Крупнейшее месторождение – каражас. Марганцевых, никелевых руд, а также руд алюминия – бокситы. К прогибам платформ и межгорным впадинам приурочены крупные запасы горючих полезных ископаемых – нефти и природного газа, добыча которых ведется в падине Маракайба и Норенокской низменности, а также угля и фосфоритов. Найдите названное полезное ископаемое на карте. Ну а сейчас подведем итог нашему знакомству с тектоническим строением, рельефом и полезными ископами Южной Америки, в ходе которого мы с вами установили, что размещение полезных ископаемых связано с тектоническим строением и рельефом материка. Что богатые месторождения руд черных и цветных металлов приурочены к андам и щитам платформы. Месторождение горючих полезных ископаемых – прогибам платформ и межгорным впадинам. Ребята, вскоре мы продолжим свое путешествие по Южной Америке. Ведь не зря говорят, что во все времена найдется человек, который захочет узнать, а что же там за горой. Редактор субтитров А.Семкин